Эта программа говорит губерния, но вот до этого у нас было такое вот легкое новогоднее настроение, сейчас будет тоже новогоднее, но уже серьезное. Но с надеждой. А почему серьезное? Потому что, хотя я материалист, атеист, я не верю ни в какую мистику, но как журналист вынужден быть объективным и признать, что прогнозы, которые дает нам Олегтина Скворцова, который приходит к нам, по-моему, уже пятый Новый год, протекущий астролог-консультант, психолог, основательница женского клуба психологии и эзотерики 8 марта, я сколько ни пытался подловить, но сбываются они. Причем, я не понимаю, я психологически пытался это объяснить, возможно, вы так формулируете, чтобы можно было по-любому подвести, но вот прошлый год был, вернее, вот этот еще, он был очень сложный. И даже, помните, в октябре было осложнение. Вот я потом пересмотрел это интервью, вы все это угадали. Причем в тот момент, когда вы год назад нам это говорили, я думал, что вот этого не будет. Но все-таки случай. Поэтому мы спрашиваем, что же там в 23-м? Да есть ли надежда на свет в конце туннеля? Добрый вечер. Я, конечно же, помню, как в прошлом году пришла на программу. Я как астролог смотрела, как стоят звезды и думаю, что же мне такого хорошего сказать, как это мягко подать. В общем, такое настроение было, потому что ожидания от наступающего года были, скажем так, не очень радужные. И в этот раз я иду и такая думаю, ну, надо же что-то хорошее сказать. Начало пугающее. Давайте, да, думать про хорошее, что 23-й год, во-первых, отличается от 22-го тем, что поспокой не Марс, а Марс – бог войны. Вот, поэтому, конечно… Это уже хорошо. Да, нагрузки на Марс не будут такой сильные. И Венера, богиня любви, будет в 23-м году более активна. Она заходит в знак льва, в знак роскоши, праздников, в знак вообще любви. И она будет там стоять дольше, чем обычно. Есть надежда, что как раз период июнь-июль-август будет очень такой благоприятный. В общем, богиня любви, может быть, нам поможет. И вот этот вот поток любви, она на Землю опустит, спустит. И мы примем эти вибрации, и люди начнут про любовь, про гармонию, про счастье. Больше, чем про те энергии, которые были в 22-м году. Вы сейчас даете нам такую общую информацию абсолютно для всех, но я думаю, всех, конечно же, интересует именно по знакам зодиака. Давайте вот пробежимся, начиная с Овна, и вот кратенько для всех 12-ти знаков. А еще очень просили рассказать про рыб. Да, мы поймали, что каждый год мы не успеваем рассказать про рыб. Давайте начнем сейчас, чтобы успеть. С рыб, точно. Нет. Хорошо, ну с конца начинаем или сначала с Овна? Как вам удобнее? Или с рыб? Сначала нам подсказывают, значит, да. Ну, давайте посмотрим, что ждет людей, которые родились под знаком зодиака Овен. Овнами управляют две планеты, это Плутон и Марс. Марс был в знаке Близнецы в 22-м году, поэтому Овнов очень сильно колбасило и плющило, потому что очень много было энергии, очень много было агрессии, и, наверное, многие Овны либо поругались, либо поссорились. И вот в 23-м году, наконец-то, движение Марса будет более ослаблено, и Овны будут поспокойнее, погармоничнее, и, наверное, все-таки, если они с кем-то поругались, они смогут помириться. Плюс вторая планета, управитель Плутон, переходит новый знак зодиака в Водолей, и, значит, Овнов и Скорпионов, кстати, ждут большие перемены. Возможно, они поменяют работу и идут в сферу, которая как-то связана с IT-технологиями. Тельцы хорошие, да, IT-технологии. Тельцы. Тельцами управляет богиня как раз любви Венера, поэтому это самый такой любвеобильный знак зодиака, который показывает нам, как надо радоваться жизни, как нужно получать наслаждение, получать удовольствие. И вот тельцы в этом году, конечно же, получают наслаждение и удовольствие. У них большие перемены будут летом, скорее всего, бывшие возвращаются, потому что Венера будет ретроградной. Тельцы приготовились? Она раз в два года ретроградит. Скорее всего, будет акцент на то, чтобы отношения вывести в более социальный, более статусный вариант, например, оформить наши отношения, например, если предложение мужчина сделает или женщина мужчине сейчас модно. Или, например, наоборот, люди решат, что всё, они дальше не могут быть, и поэтому они расстаются, но расстаются как-то очень спокойно. То есть такой порядок в любви – это про тельцов. Близнецы. Планета Меркурий в этом году четыре раза будет ретроградной, и Меркурий будет ретроградить в знаках Земли. И это всё про деловую нашу активность. Если в целом тренд говорить, то, скорее всего, в 2023 году очень много будет пауз, задержек, остановок всего, что касается бизнеса и деловой активности. Это именно у них? Вообще, в общем, такая тенденция. Но вот у близнецов они реагируют как раз на Меркурий. Поэтому близнецам бы я рекомендовала в этом году заниматься теми делами, которые были раньше. Возвращать какие-то проекты. То, что на полочку было отложено, вернуться к этому и как-то с новым взглядом, с новой энергией это запустить. Ну и ещё говорю, что близнецам надо поближе быть к природе. Сад, огород, овощи, фрукты. В общем, поближе туда, к земле. Так, у нас потом идут раки. Раки, да. Раки. Вы очень сильно влияете на Луну. И в 2023 году будут два лунных затмения. Одно будет в знаке Скорпион, другое будут в знаке Тельца. Поэтому эта тема какая? Ресурсы, деньги, здоровье и понимание своей ценности. И в том числе ценности для общества и для другого человека. Поэтому переоценка будет всего. Вот такой как бы очень трансформационный год. Поделить имущество, просить зарплату. Но что я хочу отметить? У вас радостная новость. Вот 8 января Чёрная Луна покидает ваш знак Зодиака. Потому что 2022 год был годом больших проверочек вас. Всё объяснилось. Это не просто Чёрная Луна. Всё, на меня влияла Чёрная Луна. Я понял. Так, и всё, 8 числа она уходит. Она уходит, эстафету передают львам. Поэтому львы будут отрабатывать все искушения, соблазны, провокации по дьяволу. Контактировать со своими страхами. Ну, вообще для всех Чёрная Луна во льве будет давать нам урок, как прожить, когда тебя не признают, когда тебя отвергают, когда не принимают твоё мнение. То есть такой урок отвержения и урок непризнания твоих заслуг. Он у всех будет. И Чёрная Луна во льве ещё даёт испытания власти, испытания, кто что из себя на самом деле представляет. Многие головы полетят. Трон может быть оставлен без присмотра. В общем, тема короны, власти, это вся тема льва. И Чёрная Луна, к сожалению, будет туда очень много... Которые я как раз с удовольствием передаю. Да, львам. Так, да, львы там уже потирают руки. Что ждёт их? В общем, вам придётся бороться за корону, за власть, за трон, за ту империю, которую они создали. А ты мне не львов, я не лев. Хочу спросить, а что делать? Как-то можно? Очень нужно быть здесь чистым в плане духовности и пройти испытания властью. Потому что власть, деньги, это же про испытания. И вот здесь нужно чистоту. То есть всё зависит от чего. Морально-нравственный контур, как бы, да, как я использую власть. Если во благо, то всё будет хорошо. Как раз испытания такие идут. Но ещё у львов испытания по любви, потому что, да, это знак любви. И всё, что связано с темой рождения детей, зачатия, воспитания, развития. Чёрная луна тоже туда проносит такую вот энергию. Ну и аккуратно львам 20 апреля, потому что будет солнечное затмение в огненном знаке зодиакой. И нужно аккуратно в этот день быть, не планировать каких-то важных дел и не принимать важных решений. Так, девы. Девы. Девы похожи на знак близнецов, потому что ими тоже управляет Меркурий. Но у дев в этом году более такая спокойная ситуация, чем у близнецов. Девы, скорее всего, будут заниматься работой, поиском новой работы. Очень хорошо им, как бы, начинать новый бизнес-проект. То есть, в принципе, у них так вот всё стабильненько. Потому что Меркурий в их знаке зодиака вот эту стабильность будет давать. Чёрная луна нас обойдёт, я девы. Вот. Это интересный вопрос, потому что она до октября по знаку льву идёт, а с октября пойдёт к девам. Поэтому октябрь, ноябрь и декабрь… Что ж ты будешь делать? Отпуск надо взять на это время. Конец 2023 года, аккуратно, будет тема здоровья, очень много будет психосоматических заболеваний, всё, что связано с аллергиями. Природа нас будет атаковать. Чёрная луна в деве даёт как бы урок такой, что природа говорит, кто здесь, на самом деле, царь. Да? Вот. И надо очень деликатно вообще в этом году с природой, с животным миром, с растительным миром, потому что она может нам какие-то уроки дать. Ну, собака может посидеть на уровне. Да, собака, клещи, аллергии, то есть непонятно вот. Идём к весам теперь. Весы. Это год пересмотра своих отношений, это год перемен в личной жизни. Скорее всего, это для весов будет год свадеб, торжеств, всего, что связано с личной жизнью. Я думаю, что здесь, если они поругались, расстались, то есть возможность опять вернуться к этим отношениям, их заново построить более гармонично. Дальше. Скорпионы. Скорпионы. Скорпионы такие «везунчики», да, в кавычках, потому что затмение всё ещё в вашем знаке зодиака будет 5 мая. Такое серьёзное затмение. И вот как раз 5 мая вам нужно будет сделать окончательное решение. То есть сделать окончательный выбор, принимаете решение, и дальше будет понятно, куда вы пойдёте. Но вообще для вас такой год, опять же, трансформации и возможности выйти в новый вообще сектор для себя. Новую общую работу найти, новую специализацию, в профессиональном плане развиваться иначе. Так, козероги, да? После, да. Скорпионов и стрельцы. Да, стрельцы. Планета Юпитер управляет вашим знаком. Она сейчас в знаке Овна, поэтому первая половина года, где-то до мая, лучше запускать какие-то новые проекты. Очень много активности, воздействия на окружающую среду, проявлять лидерские качества, что-то новое начинать. А вот уже в мае, кстати, это касается всех, Юпитер в знак Тельца зайдёт. И, кстати, Тельцам хорошо, потому что у них период удачи может наступить. И Юпитер в Тельце может по-разному проиграться. Вообще это планета большого счастья и везения. Но это планета ещё и газовый гигант. Ей как бы всё равно, что расширять. Вот когда была пандемия, да, вот мы Юпитер думали, что он сработает наоборот, как наш спаситель, да, но он взял и расширил эту пандемию, да, на всю Землю. Так же и сейчас, вот он в знаке Тельца вроде хорош, вроде он там силён, гармоничен, он про деньги. Но что он расширяет? Что значит расширить деньги? Это значит, вы можете… Или расстранжирить, например. Расстранжирить, да, либо как-то внезапно получить, либо вы за рубль купите меньше, да, то есть цена, ценность и покупная способность, да, будет что? Меньше, а денег вроде как больше. И поэтому стрельцы к маю должны определиться, что они хотят сделать. Хорошо бы куда-то переехать, отправиться в дальнюю дорогу, в дальние расстояния, путешествия, рождение детей. Вот мой знакомый стрелец как раз сейчас решает, ему передать, чтобы к маю надо определиться окончательно. Да, потому что Юпитер, планета удач, счастья, везения, он придёт в знак Тельца. Да, стрелец ты слышал? Усовершенствовать свою жизнь. Так, а с чем там надо козерогам определиться? Козероги наконец-то выдыхают, потому что им становится полегче, все такие вот серьёзные потрясения прошли, сейчас у них такой новый путь, белая дорога, и они как бы идут к своим целям. А Сатурн, который управляет козерогами, меняет свой знак зодиака. И поэтому у козерогов на ближайшие два с половиной года будет вообще другая история. История эта будет про знак рыбы, потому что Сатурн заходит в знак рыбы. А в рыбах это про романтику, про любовь, про помощь другим людям, про то, что иногда нужно отпускать свои цели. Козероги, они же цепляются за свою цель и не могут её отпустить вовремя. Вот так, да, и никак иначе. Поэтому их два с половиной года Вселенная будет учить не привязываться к своим целям, да, и вовремя их отпускать, отказываться даже от своих целей, не давить на других людей. Теперь у нас водолеи. Водолеи – классный знак зодиака, потому что уран очень силён и в наступающем году. И, конечно же, для водолеев это вообще подъём энергии, расцвет их креативности, работа в командах, разные проекты, инновации. Вообще это тенденция всего года про инновации, про передовые технологии, про то, чтобы работать в команде, про IT-технологии, да. И водолеи, они в тренде в таком. То есть они прямо эту волну, если подхватят, то будет всё классно. На ближайшие 20 лет. Главное сейчас вот подхватить свою волну водолеям. Мы сейчас рыбы набираем просто… Нет, и вот рыбы, про которые нам все говорили, ждать, что мы рыбы и не отбегаем. Да, я ещё как астролог всегда говорю, у меня 12 детей. Пока про всех расскажешь, 12 ты уже по остаточному принципу. Нет, у рыб тоже очень интересная история. В 23-м году к ним в гости заходит Сатурн. А Сатурн – это система, это опора, это структура, это законы, это ограничения. А рыбы, они же сами по себе, да, ни рыба, ни мясо. То есть они всегда такие где-то летают, где-то в раю, где-то там у них отрыв от реальности. И, конечно, когда приходят к ним в гости Сатурн, они обретают точку опоры. То есть им становится всё ясно, всё понятно. Кто враг, кто друг, куда я иду, какие у меня таланты, какие способности, какие цели в жизни. То есть в ближайшие 2,5 года наконец-то рыбам есть на что опереться. Можно сказать, вместо хвостика у них теперь ножки, и они этими ножками могут уже бегать. Рыбы, вы довольны? Да, я думаю, рукоплечья просто. А теперь самое главное, что такое чёрная луна? Чем она от белой отличается? Ну, чёрная луна – это такой фиктивный знак гороскопа. Он связан с положением луны. Вот луна, как наш спутник, да, но с точки зрения астрологии она планета, потому что всё, что движется, это планеты, да, в астрологии. И у луны есть такие 4 фиктивные точки пересечения её орбиты там с Землёй. Первые точки – это Рахо-Кету, восходящий луноузел и нисходящий луноузел. Кстати, в 2023 году они меняют своё положение, и затмение будет происходить на этих узлах. И это будет тема «я-ты», то есть тема эго и умения работать в паре. Тема «я хочу, я решил волевым методом», да, кого-то склонил к своему решению. И противоположно – это когда мы с тобой обсуждаем, договариваемся, вводим какую-то систему правил, да, дипломатия. То есть вот такой вот будет выбор. Либо волевым таким аспектом овна – иду на пролом, либо всё-таки весы мы договариваемся дипломатически, как-то в гармонии, в любви, идём на компромиссы. И вторые два показателя у луны – это чёрная и белая луна. Чёрная луна считается – это наши демоны. Ну, то есть, как психолог скажу, это наши бессознательные, которые нами управляют, всё, что вытеснено туда. Это работа со страхами. Чёрная луна работает через страхи. Вот страхи у раков. Чёрная луна в раке была, и всё, что связано с Родиной, с чувством стабильности, с чувством безопасности, с семьёй. А вы можете в целом предсказать для России, что будет в наступающем году? Всё-таки надежда есть, что с России, кстати, даже многие астрологи говорят, что с Дальнего Востока начинается такое преображение мира, и с России начинается новый этап развития человечества. Поэтому у России такая очень глобальная задача и ответственная миссия, потому что Россия под Водолеем ходит. И Плутон переходит в знак Водолея. То есть он нашей стране даёт очень много энергии, потому что Плутон – это великий трансформатор. Но ещё это про то, что процессы, которые сейчас в мировом масштабе запустились, это тоже процессы, связанные с циклами больших планет. Это циклы не короткие. Нам надо понимать, что это циклы по 20-40 лет. Поэтому всё, что запустилось, мы будем первые 5 лет ещё наблюдать, как это разворачивается. То есть мы в таком шторме и финансовом, и политическом, и психологическом. А следующие 10-15 лет всё будет как бы границами. Новые границы, новые системы, новые структуры. То есть всё уже как бы строится. Поэтому сказать, что всё закончится в 23-м, я, к сожалению, не могу, потому что это такая тенденция долгосрочная, долгоиграющая история вообще. Но в целом неплохо. Ну, будем надеяться. Самое главное, что запомнил, что чёрная луна… Кстати, на себя можете гороскоп составлять, или это как бы нельзя? Ну, у нас у эзотериков такая история, что сам себе не гадаешь, сам себе гороскопа не составляешь, потому что мы ходим к коллегам, друг к другу составляем. Желаю, чтобы коллеги вам составили тоже хороший гороскоп без всяких чёрных лун и тому подобное. Да, тем более я лев, и чёрная луна ко мне в гости приходит. С наступающим вас! У нас в гостях была Алевтина Скворцова, практикующий астролог-консультант, психолог, основательница женского клуба психологии и эзотерики 8 марта. Ну, самое главное, человек, у которого уже вот… Не первый год сбывается прогноз. Да, да. Спасибо вам. Да, спасибо. Наступающим. А после короткого рекламы, собственное моё предсказание, будет выбран лучший в этом году ролик рубрики «Глаз народа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова